В последние годы Академия Манчестер-Сити регулярно поставляет на рынок крутейших молодых талантов. Сперва Джейден Санча и Джереми Фримпонг, за ними Фил Фоден. И вот сейчас АПЛ разрывает Коул Палмер. Как видите, далеко не все воспитанники гаража остаются в родном клубе. Палмер тоже уехал за игровой практикой, и это было лучшее решение из возможных. Всего за сезон он спрогрессировал от недавнего дебютанта до одного из главных звезд АПЛ. Как это стало возможным, расскажем в этом видео. А перед началом ролика попробуйте ответить на вопрос. Кто является лучшим бомбардиром в истории Челси? Дидье Драгба, Фрэнк Лэмпорт, Джимми Грифс. История взросления Вообще история семьи Палмеров весьма необычна. Его дед Стери Коул родом из страны под названием Сент-Китс и Невис, небольшого Карибского острова. Стери вырос, играя в крикет, и ничего не знал о футболе, пока не приехал в Англию в 1960 году. Прадед Палмера работал в гараже, его прабабушка устроилась на работу за швейной машинкой, а Стери занялся строительством. Мысль о том, что кто-то из семейства будет зарабатывать миллионы евро в год всего два поколения спустя, казалась чем-то из ряда фантастики. «Жизнь в Манчестере была совсем другой, люди были другими, как и погода и еда, так что поначалу это было своего рода культурным шоком. Но когда ты молод, ты довольно хорошо адаптируешься», — вспоминал Стери. К слову, теперь понятно, откуда у Коула фамилия Палмер. Палм с английского переводится как «пальма». И казалось бы, откуда в Англии взяться этим деревьям? А вот в Карибском бассейне пальмы растут везде. Но вернемся к нашему герою. Отец Коула, Джермейн, родился уже в Манчестере. И первым в поколении начал играть в футбол, а не крикет. Большую карьеру Джермейну построить не удалось, он играл только на региональном уровне в воскресной лиге. Зато отец привил сыну любовь к этому виду спорта и заложил ему правильную базу. Вот что рассказывал сам Коул. «Папа не играет с тех пор, как повредил колено. И я не помню никаких конкретных игр, но он расскажет вам, насколько хорош он был. Если послушать его, можно подумать, что у него было 20 лет карьер в ЭПЛ. Его самый большой успех произошел, когда его команда вышла в финал Кубка. Они проигрывали со счетом 2-0, но вернулись в игру и выиграли со счетом 3-2. И кто забил победный гол? Папа, конечно. Мне не нравится признаваться ему в этом, но отец научил меня всему, что касается футбола. Когда я рос, он стал моим личным Пепом до того, как я встретил Пепа». Коул Палмер родился 6 мая 2002 года в пригороде Манчестера – Уиттеншоу. Этот городок родной для двух других больших спортсменов – Маркуса Рэшфорда и чемпиона по боксу Тайсона Фьюри. В Уиттеншоу традиционно проживали семьи среднего класса. Поэтому рассказов о бедном и трудном детстве Коула у нас нет. Он рос в комфортабельном доме и имел все необходимое для счастливой жизни. С ранних пор Палмер-младший впитывал атмосферу футбола. Отец брал его с собой на свои матчи и сажал рядом с полем на мешок с мячами, завернутый в его дождевик. Коул наблюдал за футбольными баталиями, а в свободное время шел оттачивать свои навыки с отцом. «Раньше я просто гонял мяч через дорогу напротив дома», – вспоминает Коул. «Холидж-парк был первым местом, где я играл, поскольку он находился всего в 100 метрах от дома. Папа обучал меня всему, но не сразу. Например, заставлял меня учиться укрывать мяч и контролировать его. Бить поворотом он разрешал мне только в качестве вознаграждения в конце тренировок. «Я был очень маленьким, потому в первую очередь должен был научиться контролировать мяч и не терять его под давлением. Мы делали это каждый божий день, в любую погоду. Хотя мой папа ненавидит выходить на улицу в холод, но он все равно делал это ради меня». Тут же стоит упомянуть и маму Коула, Дженет, которая была максимально включена в жизнь среднего из трех детей и возила его на тренировки год за годом. Фанат МЮ Как и большинство мальчишек Манчестера, его поколение Коул в детстве болел не за Сити, а за Юнайтед. Есть фотографии, где маленький Палмер ходит в футболке красных дьяволов. Да и сам Коул признавался, что его главным кумиром был Уэйн Руни. Вероятно, он мечтал оказаться в Академии МЮ, но первым талантливого мальчугана заприметили скауты Ман-Сити. «Когда он присоединился к Сити, то первое время носил футболку Юнайтед под своей небесно-голубой формой», рассказывал Стерри Палмер. «Он был фанатом Юнайтед, но Сити предлагал лучшие условия, у них была крутая тренировочная база, и они могли лучше развивать его талант. Но когда Коул играл против Академии Юнайтед, он их разбивал в пух и прах. Он много работал, тренировался, но мы уже тогда понимали, что наш парень особенный». Но не все шло так гладко. В первые годы своего пребывания в Сити Палмеру катастрофически не хватало роста и мощи. Это стало для него проблемой, поскольку ставило под угрозу его пребывание в Академии. Задержка роста заставляла многих думать, что он слишком мал, чтобы добиться успеха в Сити. Родители Коула не только поддерживали его, но и делали все возможное, чтобы обеспечить правильное сочетание питания, необходимое для того, чтобы их сын вырос. И это сработало. В возрасте 13-14 лет мальчик начал стремительно расти и в итоге вымахал аж до 189 сантиметров. Палмер-младший был скромным и даже немного замкнутым парнем, который мало разговаривал со сверстниками. Зато на поле он преображался в хищника, при этом сохраняя спокойствие. «Я действительно сосредоточен на поле, но при этом я расслаблен. Иногда может показаться, что меня не волнует то, что происходит вокруг. Это не так. Я просто отношусь ко всему довольно спокойно». Вместе со спокойствием Палмер демонстрировал не по годам отточенную технику и понимание игры. Тренировки с папой явно не прошли даром, и вскоре Коул начал превосходить сверстников по Академии на голову и в прямом, и в переносном смысле. Как и другие ребята Академии, он вдохновлялся историей Фила Фодена, который в 16-летнем возрасте дебютировал за первую команду Сити. Палмер сделал это позже, в 18, но сразу получил от Гвардиолы похвалу. Пеп заявил, что Коул станет выдающимся игроком. «Путь Фила дал всем остальным в Академии надежду, что они сделают то же, что и он», — говорит Палмер. «Я бы не сказал, что он вселил в меня веру. Она была и до этого. Но Фоден, правда, был для всех нас ориентиром». Палмер дебютировал за Манчестер-Сити 30 сентября 2020 года в четвертом раунде Кубка Англии против Бёрнли, где он вышел на замену, а его команда победила с отсчетом 4-0. В том же сезоне Коул забил первый гол на взрослом уровне — ворота Уэком Уондерерс в Кубке Лиги. Затем был первый выход в Лиге Чемпионов, но в целом Гвардиола постепенно подводил юношу к играм и дал дебютировать в АПЛ лишь летом 2021-го. Только в сезоне 22-23 Палмер стал получать регулярную игровую практику, появившись на поле 25 раз. Выходил в основном на левом фланге атаки, но успел проявить себя, забив гол в финале Суперкубка Уэфа — ворота Севильи в начале следующего сезона. Всего за первый полноценный сезон на взрослом уровне Палмер забил всего два гола и оформил один ассист, получив 850 минут игрового времени. Вроде совсем немного, но этого хватило, чтобы аналитики осознали масштаб таланта Коула, который ограничивала чрезмерная конкуренция в Манчестер-Сити. Палмеру к тому моменту был уже 21 год, давно была пора себя проявлять. Но Гвардиола не мог гарантировать проспекту большое число игрового времени, и с этим надо было что-то делать. За игровой практикой Поначалу Палмер грезил о том, чтобы пробиться в основу Манчестер-Сити. Примеры Джейдана Санча и Джерми Фримпонга, воспитанников-горожан, не дождавшихся своего шанса, не очень привлекали Коула. Да и получать уроки от Гвардиолы — сам по себе бесценный подарок. К тому же история Фодона показывала, что все реально. Но после трансферов Эрлинга Холланда и Хулиана Альвареса стало очевидно, что Палмер не получит достаточно шансов показать себя. Тут-то и подоспел Челси, предложивший за юношу с минимальным опытом в возрослом футболе аж 47 миллионов евро. Тогда это казалось жесточайшей переплатой, ведь трансфер Маркт оценивал Коула всего в 18 миллионов. Челси при Тодди Боуле и правда начал бесцеремонно разбрасываться деньгами, частенько вкладываясь в малоизвестных молодых футболистов. Но в случае с Палмером вложение оправдало себя на 150%. «Помню, как мы впервые встретились в моем офисе с Палмером», — вспоминает Маурисио Почеттино. «Между нами сразу возникла связь, он мне доверял. У Коула потрясающий менталитет. Он топ-игрок, но ему еще есть куда совершенствоваться». Тем же летом, вскоре после трансфера, Палмер выиграл чемпионат Европы U21, а в ноябре я уже получил вызов от Гаррета Саутгейта в основную сборную. «Я понял, что готов играть в футбол неделю за неделей», — объяснял Палмер свое решение перебраться в Челси. «Я просто хотел продемонстрировать свои способности, так как понимал, что больше не хочу сидеть на скамейке. Решение покинуть Манчестер-Сити далось мне тяжело, все-таки я находился в системе клуба с шести лет, но обсудив все с семьей, я решил сделать следующий шаг». Вы догадываетесь, что произошло дальше? Палмер начал разрывать АПЛ. В первых трех матчах за Челси Кол появлялся со скамейки запасных, затем провел качественную игру в основе против Фулхэма, а с седьмого тура начал набирать результативные баллы. За пять следующих матчей Палмер забил четыре гола и отдал два асиста, и вскоре обнаружил себя в роли лидера команды. Почетина использовал новичка в оттяжке, где тот мог по максимуму проявить свои лучшие качества, технику, понимание игры и подключение в штрафную вторым темпом, как итог 26 голов и 13 асистов в 45 матчах сезона. Сейчас Палмер набрал такой ход, что вскоре может обойти Холланда в гонке бомбардиров АПЛ. «Если бы вы сказали мне в начале сезона, что у меня есть шанс поехать на Евро, я бы не поверил», признается Палмер. Хаос в Челси сыгран на руку Коулу. Благодаря хладнокровию, многопрофильности и доверию тренера, Палмер выделяется на общем сером фоне и замыкает на себе всю атакующую игру. Трудно представить, какой уровень он будет демонстрировать в отлаженной системе, но уже сейчас его достижения впечатляют. Коул пришел в клуб, который переживает трудный момент, говорит Фрэнк Лэмпорт. Возможно, это пошло ему на пользу, так как он выделяется из-за этого, но не каждый приходит с такой уверенностью и спортивным нахальством. Но за счет каких деталей Палмер так хорош? Попробуем ответить на этот вопрос в заключительной части ролика. Стиль игры Только три игрока в этом столетии по ходу кампании ВПЛ набрали более 30 очков по системе гол плюс пас в возрасте 22 лет и младше. Это Криштиану Роналду, чьи 31 гол и 6 ассистов в сезоне 2007-08 вывели Манчестер Юнайтед на первое место и помогли ему выиграть первый золотой мяч. Второй – Эрлинг Холланд, чьи 36 голов за доминирующего чемпиона Манчестер Сити в прошлом розыгрыше сделали из норвежца рекордсмена по числу голов в премьер-лиге за один сезон. Третий, как вы догадываетесь, наш сегодняшний герой Палмер, у которого за 31 матч набежал 21 гол и 9 ассистов. У Коула много козырей, которые делают из него уникального исполнителя, и один из главных – его волшебная левая нога. Мы привыкли, что футболисты с ростом под 190 сантиметров в большинстве своем – дуболомы, главная задача которых, чтобы мяч при приеме не отскакивал от них на 10 метров. Да, есть примеры Златана Ибрагимовича или Серхио Бускетца, которым высокий рост не мешал филигранно работать с мячом, но это скорее исключение из правил. Палмер из той редкой породы, для которых высокий рост в этом плане является не помехой, а козырем. У Коула очень длинные по отношению к телу ноги, и в сочетании с отменной координацией и пластичностью они позволяют ему контролировать даже те мячи, которые он вроде как отпускает далеко от себя. Одно легкое касание ногой, когда соперник уже выставил ногу для отбора, и вот защитник уже отыгран. Шикарная техника позволяет Палмеру легко обыгрывать соперников и на скорости, и с места. Но главное, противник просто не может предугадать его действия. Коул – игрок командный, и в первую очередь от него ожидают умные передачи. Но плеймейкер Челси нередко пользуется этой ловушкой, и когда от него ожидают передачи, он исполняет эффектный, а главное эффективный прием, который ставит защитника в тупик. В этом сезоне Палмер отдает в среднем 4,1 пасов под удар за 90 минут и занимает по этому показателю пятое место в АПЛ. От него ждут внезапных ходов, и проблема для защитников в том, что предугадать действия Коула почти невозможно. В моментах, когда можно отдать на партнера, он одним финтом может изменить ситуацию и выйти на убойную позицию сам. И наоборот, когда напрашивается удар или обводка, может придумать самый неочевидный пас, который создаст голевой момент для партнера. Палмер обладает самой развитой левой ногой, которую можно было увидеть в Челси со времен Хуана Маты. И в сочетании с природным артистизмом техническое мастерство придает волшебный оттенок всем аспектам его атакующей игры. Это то, что мы называем футбольной магией, и она не была бы возможна без золотой левой ноги. Ко всему прочему, действия левшей защитникам предугадывать сложнее, особенно тех левшей, которые играют ближе к центру, и маневры которых сложнее прочесть. Второй козырь Палмера – его спокойствие на поле. Болельщики Челси могут помнить момент из игры с Эвертоном, когда Коул оттолкнул Николаса Джексона от мяча перед исполнением пенальти. И, пожалуй, это был первый случай, когда Палмер потерял самообладание футболки Челси. Ни соперникам, ни обстоятельствам не удавалось в этом сезоне вывести его из равновесия. Даже когда игра всей команды была похожа на невнятное месиво, Палмер сохранял спокойствие, а вместе с ним – качество. Важнейшие пенальти в ворота Тоттенхэма, Арсенала, Сити и Эмью были реализованы без колебаний. История с 11-метровыми в важных матчах – показатель того, каков уровень хладнокровия лидера Челси. «Это человек, обладающий огромной психологической силой. Все его действия выглядят спокойными и размеренными», – говорит Алан Ширер. Как вы могли понять из-за рассказа о детстве и юношестве Палмера, лед в его венах присутствует с ранних лет. Коулу не приходилось учиться контролировать эмоции и абстрагироваться от давления. Он наделен этим даром от природы. К тому же в Академии Манн-Сити прививают особую философию, согласно которой футболисты должны концентрироваться на поле лишь на задачах, которые перед ними ставит тренер. Четкая структура игры и расписанные роли не оставляют особого пространства для эмоциональных маневров и выяснения отношений с партнерами и соперниками. Такое жестко пресекается уже на юношеском уровне. Например, для нападающего выделяется набор основных задач – поиск свободного пространства, нахождение брешей между защитниками, открывание за спину, оттяжка под передачей и так далее. Тренер учит концентрироваться исключительно на этих вещах и не отвлекаться на посторонние вещи или абстрактные задачи, вроде «нам нужно обязательно забить гол и победить». Так достигается максимальный уровень КПД. Спортивные психологи считают, что средоточенность на конкретных локальных задачах, как правило, успокаивает игроков, уменьшает реакцию на стресс и вызывает меньше беспокойства. Мы можем только предполагать, что творится в голове Палмера, когда он находится на поле, но его манера игры и спокойства в любых ситуациях говорят о том, что он является носителем тех ценностей, которые прививают в Академии Ман-Сити. Третий козырь Палмера – его удары. Если мы оставим за скобками голы Коула с пенальти, то увидим любопытную картину. Три гола он забил из пределов вратарской, шесть – из штрафной зоны, не считая вратарской, и три – из-за пределов штрафной. Это говорит о двух вещах. Во-первых, Палмер абсолютно непредсказуем и пользуется своим поставленным ударом. Во-вторых, Почетина полностью ему доверяет и позволяет регулярно бить с дальней дистанции. Это большая редкость в современном футболе, где число дальних ударов стремительно сокращается, так как команды стараются доставить мяч для удара в максимально опасную зону. Палмер очень разнообразно и непредсказуемо бьет. Он редко выцеливает девятки, предпочитая удары низом, но именно выбор момента удара делает его мячи неберущимися. Вы можете выбирать разные точки для нанесения удара, но одно дело выбрать эту точку, а другое дело найти время для него. Говорит Алан Ширер. У тебя есть доля секунды, может быть две, чтобы решить, как ты собираешься забить и с какой позиции, а затем должен максимально четко нажать на спусковой крючок. Быстрота мышления и способность осуществить задуманное – это то, что отличает немногих от абсолютного большинства. Но Палмер хорош не только в выборе момента удара, когда мяч у него под ногой. Коул не раз в этом сезоне встречался с мячом штрафной после грамотного момента для рывка в свободную зону. В этом он похож на легенду Челси Фрэнка Лэмпорда, который забил множество голов как раз за счет понимания того, когда и куда нужно стартануть из центра поля в штрафную, чтобы нанести удар. И тут мы подбираемся к следующей сильной стороне Палмера. Наблюдать за Палмером значит наблюдать за футболистом, который мыслит с большей скоростью и четкостью, чем абсолютное большинство, если не все футболисты, которые находятся с ним на поле. Коул может использовать свой разум для управления не только движениями собственного тела, но и ходом событий вокруг него. С мячом он, кажется, никогда не торопится, даже когда оказывается под давлением. Но также опасен он и без мяча, так как мастерски читают игру и перемещаются в выгодные зоны прежде, чем защитники успевают среагировать на его маневр. Будь то на позиции ложной девятки, десятого номера или на правом фланге, Почетина позволяет Палмеру перемещаться по всему фронту атаки, путая защитников и разрушая их порядки. Это тоже качество, которое обычно проявляется в зрелом возрасте. Но Коул не по годам мастеровитый игрок во всех компонентах. Неопытные футболисты часто либо боятся брать игру на себя, либо наоборот стараются проявить себя. Первый вариант снижает вариативность и смелость команды. Второй рушит командную игру. Палмер же соблюдает золотой баланс. Он старается всем видом показать, что выключен из игры, но в нужный момент оказывается там, где надо, и творит магию. Это и врожденный талант, и глубокая школа, которая заложена в Коула на глубоком ментальном уровне. Также стоит упомянуть технику исполнения пенальти, которая принесла Коулу множество голов в этом сезоне. В Челси Палмер зарекомендовал себя как человека, на которого можно положиться в самые напряженные моменты. В тактике Палмера нет длинных разбегов, запинающихся шагов или прыжков, а также других изощренных уловок. Он просто делает вдох, чтобы успокоиться, разбегается и наносит удар именно туда, куда планировал заранее. В Англии подметили, что Коул использует метод, который не зависит от действий вратаря. Четкий удар в нужную точку – гарантия того, что даже если голкипер угадает направление удара, шансов вытащить мяч будет просто минимум. К тому же на вратарей может оказывать влияние репутация и уверенность бьющего. Палмер пока реализовал все свои попытки ударов с точки, и холод в его глазах заранее обескураживает вратаря. Перчинку образу Палмера добавляет его празднование забитых мячей. Коул обхватывает свои плечи руками и делает вид, что мерзнет. Это празднование идеально подходит его прозвищу «Айсмен». Так называют хладнокровных людей. Хотя сам Палмер говорит, что дело не в этом. Он позаимствовал это движение у своего друга Моргана Роджерса из Астон-Виллы, с которым вместе обучался в Академии Манчестер-Сити. В общем, Коул Палмер – это уже бренд во всех смыслах слова. Коул успел и сняться в рекламе модного бренда и записать рэп-трек. Всего за несколько месяцев на наших глазах выросла настоящая звезда, у которой, похоже, нет потолка развития.